Ваш муж мог приставать к детям? Да нет! Она снимает с себя нижнее бельё и надевает его обратно. Пятилетняя девочка может заниматься мастурбацией? Конечно. Тёрлась своим половым органом о мебели в доме. А мы не знаем, в чём его обвиняют. Якобы он совершал иные действия сексуального характера, то есть прикасался к половым органам. Показывают дети друг другу половые органы. Это было всегда. Сколько в худшем случае может Андрей получить по этому делу? По жизни на лишение свободы. Эта программа «Все говорят об этом». И сегодня мы будем разбирать очередную историю обвинения мужчины по так называемой педофильской статье. В этот раз, кроме слов ребёнка, есть видеозапись. Для отца двоих детей шалость дочери может обернуться долгими 20-ю годами тюремного заключения. В телефоне Андрея следователи обнаружили видеозапись, на которой его пятилетняя дочь танцует под музыку вместе с подругой-ровесницей. Пока девочки балуются на камеру, героиня видеоролика снимает с себя шорты, зацепив и нижнее бельё. И это второе обвинение по такой статье. Согласно показаниям матери другой подруги его дочери, Андрей любил играть с детьми в секретные игры. Давайте разбираться. В студии жена обвиняемого, его адвокаты, эксперт-психолог, корреспондент УТВ, который снимал эту историю. Наталья, конечно же, к вам первый вопрос. У вас четвёртая стадия рака. Да, не хотела об этом. Но я об этом уже известна. Какие прогнозы? Ну, я надеюсь на лучшее. Ну, мы тоже все на это надеемся. Давайте ещё кое-что уточним. Это одно дело или два дела? Это одно уголовное дело по обвинению в двух статьях. И второй возникла, второй эпизод возник после первого. Второй эпизод возник в связи с тем, что доказательств по первому эпизоду не добыта. Что было в первом эпизоде? Вот до телефона, до съёмок. Ну, давайте я могу вкратце рассказать. Дело в том, что наш подзащитный, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 5, статьи 132, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ситуация была в следующем. Позвали на соседской площадке, познакомились, в общем, дети. Они играли друг с другом. У моего подзащитного есть 5-летняя дочь. На этой же соседской площадке есть 7-летняя девочка. Они ходили друг к другу в гости. В марте 2023 года так случилось, что 7-летняя дочь пришла в гости в квартиру к моему подзащитному. В этот момент находились в квартире 5-летняя дочь, супруга. Находилась также... Вы были в это время? Да, да, да. Я была. Я была самобвиняемой. Мать привела ребенка, оставила, ушла на час. И спустя месяц она обратилась с заявлением в полицию и обвинила нашего подзащитного в совершении преступления, которое я вам обозначил. Что именно произошло? По заявлению этой матери, якобы он совершал иные действия сексуального характера. То есть прикасался, в общем-то, к половым органам и совершал иные действия сексуального характера. И своей дочери или только к соседке? Согласно обвинению, он совершал это и в отношении своей дочери, и в отношении соседской девочки. Эта девочка назвала секретными играми? Эта девочка назвала секретными играми, но... Да, это назвалось секретными играми, да. И вот это тот случай, который становится уже классическим, когда человека обвиняют... Я буду говорить педофильски, извините. Я знаю, что это неправильно, но все привыкли уже. Обвиняют по этой статье, при том, что есть только слова ребенка и больше никаких доказательств. Или есть какие-то доказательства в этой истории? Самое важное в этой ситуации то, что ребенок и ее мать, они изменили показания. В самом начале они давали показания в отношении совершенно другой семьи. То есть в предыстории мать начала замечать за этой 7-летней девочкой о том, что она совершает какие-то подозрительные действия. Она терлась своим половым органом о мебели в доме. У нее начали уточнять, ее мать начала уточнять, кто тебя этому научил, почему ты так делаешь? Эта девочка сказала сначала, что ее научили соседи из Н-ной квартиры, совершенно другой, нежели чем проживает. Заявление было написано на них? Заявление на них не было написано. То есть в объяснениях они сначала сказали одно, потом они поменяли показания и начали говорить о том, что эти действия совершал наш подзащитный. Настя, ты снимала эту историю. Насколько сложно было снимать? Да, в целом не сложно. Мы пришли к семье, дочь встретила вполне дружелюбно, рассказала. Мы деликатно пытались пообщаться, что было, скучаешь ли по папе, как все переживаешь. Поиграли с ней в игрушки. В конце она сказала, приходите еще. И удалось хотя бы через дверь пообщаться с той женщиной, которая написала заявление? Удалось с ней пообщаться. Конечно, мы пришли, представились, кто мы такие. Она сказала, что со СМИ я буду готова разговаривать только тогда, когда дело уже закроется, когда в нем поставят точку. Я слышала обвинения в сторону Натальи и их семьи. А сейчас давай посмотрим просто, мы покажем. Я не понимаю ее ни как женщину, ни как мать. Она не слышит, она затыкает рты своим детям. Это страшно. Постоянно говоря о том, что она смертельно больна, у нее рак, она скоро покинет этот мир. Так ты задумайся, с кем ты детей-то хочешь оставить. Я видела отклонение у ребенка. Ее срывало, она репела. Она была эмоционально подавлена. Она из-за всего плакала. Она перестала спать самостоятельно. Она постоянно приходила ко мне и спрашивала, мамочка, ты меня любишь? А Настя, а какие у тебя впечатления об этой истории? Кто прав, кто виноват? Просто взгляд со стороны. На мой взгляд со стороны все-таки я считаю, что обвинение неуместно. Игорь, ваши впечатления? Впечатления могут быть самыми разными. Ведь речь идет о уголовном деле. А в данном случае это деяние, которое должно содержать признаки состава преступления. Если нет признаков состава, то о чем вообще речь идет? Понимаете? Если основывать обвинение на каких-то кадрах, на какой-то записи... До кадров мы еще дойдем. Да. Пока только слова. Да. Нужно доказать, что это, во-первых, он снимал, что он мотивировал ребенка. Выстраивать, так сказать, дело по вот такой тяжелой статье. Но мне кажется, это малоубедительно. Ваша версия, ничего не было вообще или что-то было, девочка неправильно это интерпретировала? Наверняка предположить мы не можем, насколько ребенок неправильно интерпретировал. Но здесь соглашусь со специалистом. Потому что действительно, вот при расследовании такой категории дел зачастую не берется во внимание требования закона. Ну, во-первых, доказывать умысел, что хотел добиться человек, которого обвиняют. Второе, проводить какие-то мероприятия, в том числе с участием специалистов, психологов, по поводу того, что ребенок говорит ли правду, ненаучен ли он кем-то и так далее. Ну, ребенка же допрашивают в присутствии психолога в этой ситуации. А вот здесь вот очень большой вопрос. И вот мы общались со специалистом до программы. И я утверждаю, утверждала ранее, утверждаю сейчас. И сделав дело, значит, одни и те же специалисты, которые работают с определенной, значит, ну, со следственным комитетом в данном случае, да, района, они одни и те же. И зачастую всегда, когда я обращаюсь по их заключениям к другим специалистам более высокого образования, никто никогда не сказал еще, что это грамотно проведенные заключения. Но с широко закрытыми глазами эти заключения безграмотные кладутся в основу обвинительного приговора. Я хочу еще, обязательно хочу об этом сказать, что если посмотреть все дела, а у меня оно было даже ни второе, ни третье, вот сейчас, Андрей, секретные игры в каждом деле. Вот это вот прямо какая-то притча во языцах. Везде они говорят что-то. Вы считаете, что кто-то подсказывает это детям? Я просто в этом уверена. Наталья, как вы считаете, могло ли что-то быть, я имею в виду даже не прямые домогательства вашего мужа к детям, а, ну, просто какая-то игра, какие-то действия, которые ребенок мог по-другому воспринять? Нет, вообще точно могу сказать нет. Потому что, во-первых, я присутствовала, да, я слышала постоянно смех детей, и ребенок, вот мой, например, которого тоже обвиняют следователи, он очень привязан ко мне. То есть девочка привязана ко мне. И если бы что-то бы происходило, я бы первая бы об этом узнала. И неужели я бы закрыла на это глаза? Ваш муж мог приставать к детям? Да нет, у него вообще другие. Вот Андрей любит активно, знаете, вот вляпки и любит настольные игры. Вот, что любит у меня Андрей. Вот никакие секреты, это для него лень даже будет, вот знаете, скрываться. Но он играл с девочками в этот момент? Нет, он вообще сидел за компьютером. Я неоднократно заходила к нему в комнату, к девочкам заходила. То есть девочки отдельно, муж отдельно? Да, да, они в детской играли, муж вообще в себя. Вашу дочь допрашивали? Допрашивали. И она что сказала? Она отрицает все. Дорогие адвокаты, и показания одной девочки и другой девочки не совпадают? Вот, да, это и важно. У нас имеются оправдательные приговоры по такого рода, значит, делам. И оправдательные приговоры, это когда ребенок на стороне обвиняемого. Вот только когда допросить ребенка может сторона. А в данном деле, получается, что слово против слова еще и у потерпевших. Слово против слова. Почему мотивы той матери, почему она написала заявление? Ну, просто предположение. Предположение. Ребенок, возможно, где-то чему-то был научен. Где, кем он был научен. Ну, вот это поведение, которое... Либо что-то увидел. Либо что-то увидел, вот соглашусь с коллегой. И, видите, даже мать говорит, ты меня любишь, ты меня любишь. Нужно проверить следователю атмосферу в семье. Насколько ребенок доверяет своей маме. Ребенок что-то увидел, чему-то был научен. Это отдельная история. Но почему она написала заявление на эту семью? Ну, из-за того, почему они сначала написали заявление на другую семью, точнее, дали объяснение и обвинили в том, что этому научила другая семья, а потом уже... Игорь, интересная девочка может заниматься мастурбацией? Конечно. И сейчас доступ, в том числе и через интернет, к различным, так сказать, сайтам и публикациям сексуального характера. То есть ребенок может увидеть это где угодно, когда угодно и без всякого повода. Это может произойти на улице. Никто не отменял наличие действительно педофилов и лиц, так сказать, с извращенным восприятием сексуальным. Но для того, чтобы обвинить человека на основании заявления маленькой девочки, причем, судя по всему, ее действительно научили чему-то, и то, как ведет себя мать этой девочки, совершенно явно, что вполне возможна манипуляция с ее стороны. Каковы ее цели, каков ее мотив, ну пусть разбирается следствие. Но мое первое впечатление, как психолога, что я могу сказать, это прежде всего отсутствие эмпатии. То есть это говорит о определенных психопатологических акцентуациях в поведении. Когда она говорит о болезни вашей, то есть нет эмпатии, она безжалостна. То есть она говорит, ну что, ну умрет, вот, как бы и что? Наталья, по-вашему, почему на вас, на вашу семью, на вашего мужа было написано это заявление? Предположение? Я, во-первых, не могу залезть в голову другого человека, почему он это сделал. Ну, может быть, ребенок, например, не знаю, свою вину какую-нибудь переложил для другого человека. Это же проще, например. Если у него мама тиран какой-то, вот, по-суде, я тоже слушаю, как я каждый раз речь, меня поражает. Может быть, так. Сколько в худшем случае может Андрей получить по этому делу? Пожизненное лишение свободы. Пожизненное? Пожизненное. Со слов ребенка? Со слов ребенка. Через минуту мы будем разбирать второй эпизод, тот самый, в котором есть не только слова ребенка, но и видеозапись. Мы говорим сегодня об очередном так называемом педофильском деле. Разобрали первый эпизод, где только слова ребенка, будем говорить о втором, где есть видеозапись. И сейчас я хочу напомнить про другое дело, когда был вынесен приговор, и там тоже были только слова ребенка. Заслуженный мастер спорта СССР Николай Ражев практически всю жизнь посвятивший спорту и работе с детьми на склоне лет обвинен в педофилии. 85-летнему тренеру по настольному теннису вменяют домогательство к несовершеннолетним девочкам. Доказательством вины педагога являются лишь слова детей. Сам Ражев вину отрицает. Тем не менее, суд приговорил его к двум годам заключения из возможных 12. Однако из СИЗО Николай уехал прямиком на больничную койку. Это пример дела, когда человек получил реальный срок, и доказательства были только слова ребенка. Но при этом он получил два года при минимальном сроке по этой статье, по этой части, 12. Как это можно понимать? Я это понимаю таким образом. Суд усмотрел невиновность этого человека, но фактически следственные органы у нас не могут быть виноватыми. Конечно, это будет обусловлено, скорее всего, применением статьи 64-й, когда в силу возраста человека будет назначено наказание, которое значительно ниже минимального предела наказания. Но тем не менее, при таких обстоятельствах я считаю, что фактически это оправдательный приговор. И я знаю, что защита тренера Ражева со дня на день подает апелляционную жалобу, а мы коллегиально уже обращаемся в СПЧ, в Совет по правам человека, где пишем о проблемах законодательства при расследовании этих дел и рассмотрении в судах. Я прямо вот пул дел собрала, и мы готовы уже обращаться в Совет по правам человека. Второй эпизод этого дела – съемки в телефоне. Давайте напомним, при каких обстоятельствах эта съемка была обнаружена? В апреле 2023 года в ходе задержания наш подзащитный выдал свой мобильный телефон добровольно. Этот телефон был осмотрен на предмет его содержания. И вот по нашему искреннему убеждению на протяжении пяти месяцев не нашли доказательств по первому эпизоду и возбудили уголовное дело по второму эпизоду, поскольку нет доказательств по первому. Что там было за видеосъемка? Что было снято? Запись, она одна семилетняя девочка снимает пятилетнюю девочку 22 секунды, а девочка пятилетняя танцует, кружится, балуется, играет и так далее. В один момент на 12-13 секунде она снимает с себя нижнее белье и надевает его обратно. В порыве такого баловства детского. И в этом поведении нет ничего сексуального. Сексуального подтекста ни ребенок, который снимал, ни ребенок, который снял, не был. Снимала подружка. Снимала подружка, да. Игорь, это нормально, что ребенок пятилетний снимает с себя белье, показывая кому-то, что он снимает? Моя дочь этого не делала, например, в петли. Ну, ваша дочь не делала, чья-то дочь делала. Это распространенный, достаточно такой, ну что ли, игровой вариант. Показывают дети друг другу половые органы. Это было всегда. Это, так сказать, не в связи с тем, что мы вступили в пору в какую-то новую, постмодернистскую эпоху. Это было и при советском режиме, это было всегда. Наталья, это нормально для вашей дочери? Почему она так сделала? Ну, просто это для нее было смешно, на самом деле. Я с ней разговаривала, когда я так, ну, на пару раз так при мне тоже сделала. А это смешно, например. Ну, она говорит, в садике они там детки делают. Я сказала, просто не делай так больше нигде. Но для ребенка это же ничего страшного. Ольга, в чем обвиняют? Потому что здесь, ну, можно пришить каким-то образом, например, изготовление порнографии, если доказать, что он снимал, хранение порнографии. Но что здесь в обменении? Я сейчас вообще скажу такую вещь, что всех паразит. А мы не знаем, в чем его обвиняют. Нет, его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера, без каких-либо конкретных обстоятельств. Защита пока не знает, уже прошло сколько времени, от чего мы защищаем этого человека. Знаем, что иные действия сексуального характера. То, что не он снимал, это понятно из записи? Или нужна экспертиза какая-нибудь? Техническая экспертиза, конечно. Дело в том, что это и понятно, но, тем не менее, экспертизу даже если провести, то слышны голоса двух детей. Я направил ходатайство в адрес следователя проведения фоноскопической экспертизы, поскольку для нас, очевидно, слышно закадрово, что смеется одна девочка, а смеется другая девочка. Следователь этого делать не хочет. Выгонящее этого ходатайства отказано. Слушайте, объясните мне, девочке 5 лет, отец девочку купает. Ну, это нормально. Когда ты купаешь девочку, ты ее трогаешь во всех местах, ты ее подмываешь. Ну, ведь ничего в этом страшного нет? Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Все зависит от, как я уже всегда говорю, от погоды в семье. Ну, в данном-то случае, даже если это он снимал, то он ее видит в ванной, например, голой, эту девочку, он ее трогает. Ну, подождите, подождите. Мотивы преступления у нас почему-то отошли на дальний план. Ведь это преступление совершается с вполне конкретной целью. С целью удовлетворения половых потребностей взрослого человека. Либо вот развитие интереса у несовершеннолетнего. Об этом никто этого не доказывает. Вот усеченно расследуются эти дела, и усеченно представляются доказательства. Доказательства защиты по надуманным основаниям всегда, значит, судом не принимаются во внимание. И эти дела на ура идут. Есть где-то граница, Игорь, когда отец может видеть свою дочь обнаженную, а потом нет. Но обычно это происходит, когда ребенка ты купаешь, потом ребенок начинает стесняться, и ты перестаешь его купать. Ну, понимаете, в семейном архиве всегда содержатся фотографии, на которые можно сослаться, и под разным углом можно посмотреть. Про фотографии отдельно поговорить. Да, и фотографии, может быть, сейчас и видео, и так далее. У меня в семейном архиве есть, прости господи, тоже фотографии довольно странные. Вот. Ничего, с моей точки зрения, нет здесь предосудительного, если нет преступления. Ведь преступление – это деяние противоправное. Где здесь противоправное? Ну, то есть, если ты выкупал свою дочь, и следствие предположило, что ты при этом что-то там себе в голове крутил, то тебя можно посадить на сколько? Ну, смотря на сколько лет дочери. Если до 12 лет, то считается, что дочь находится, или ребенок находится в состоянии беспомощном, значит, вот до 20 лет. Если часть четвертая, то до 20 лет лишения свободы. Просто за то, что ты искупал дочь, а кто-то подумал, что ты при этом что-то думал. Да. Все верно. И в таком случае будет достаточно доказательств стороны обвинения в виде показаний потерпевшей и ее матери. Подождите, а если прийти с ребенком на нудийский пляж или в баню, это сколько лет? Это всех можно посадить далеко и надолго. Ну, статья-то та же будет. Все то же самое. Ну, есть нудийские пляжи, туда ходят с детьми на эти пляжи. Ходят. В баню ходят с детьми. И если никто не написал на вас заявление, то не на вас лично, а вообще, в принципе, на такого человека, то пронесло. А если написал, то вот от 12 до 20 лет все. За поход в баню с ребенком? Да. А вот как пользователи соцсетей прокомментировали эту историю. Сразу скажу, что общественное мнение на стороне Андрея. После таких историй страшно становится ходить по улицам и откликаться на помощь ребенку. Вывернут потом и посадят. Это ужас. В нашем младенчестве нас фотографировали голыми и даже фото в альбомах домашних без всякого страха хранили. А вот эти люди, которые со слов своих малолетних детей пишут заявления, не опасаются встречных заявлений о клевете. Если в жернова попал не вырваться, а то что получается? За зря полгода в СИЗО держали невиновного. Вот, Игорь, про фотографии. Тут золотые слова прозвучали. Если окружить любую пятиэтажку и провести тотальный обыск, то в 90%, может, в 100% семей найдутся альбомы, где есть голые дети. Сажать можно всех, получается, что ли? Получается так. Ну, жить страшно. По логике обвинения, да, можно привлекать к уголовной ответственности. Если следствие укажет о том, что вы хранили эту фотографию в целях удовлетворения своих половых потребностей. Затем Андрей хранил эту запись? Он не предал, как нормальный человек, он просто не предал ей никакого значения. Сексуальный подтекст увидел только следователь, который возбудил уголовное дело. Вызывает, ну, некоторые сомнения то, что эпизода два. Ну, вот так, чтобы вот в одну воронку два снаряда, это все-таки редко бывает. Сомнений никаких нет. Вот у нас скоро состоится судебное заседание по продлению меры пресечения. Следователю формально нужно показать, что он на протяжении полугода не просто так держал человека в СИЗО, он совершал какие-то следственные действия. А более того, для того, чтобы продлить сроки следствия и содержание в СИЗО, ему нужно показать, что он планирует большой массив следственных действий. Второе уголовное дело, точнее второй эпизод позволяет ему оправдаться перед судьей. Настя, тебе не страшно жить в таком мире? Ну, учитывая то, сколько я снимаю подобных историй, конечно, страшно. Мне страшно жить в таком мире. У меня сыну 18 лет. И не дай бог, ну, любовь же хоть как вот. Мужчина полюбил женщину с ребенком. Ребенок запросто может не принять. Одинокую женщину с ребенком. Ребенок не принял. Достаточно двух слов. Мужчина не будет рядом и долгое время. Поэтому я сыну говорю, будь аккуратен. Причем это происходит. Это происходит постоянно, регулярно, когда дети оговаривают взрослых с целью скрыть какие-то свои шалости. Вот не пошли в школу. Вот случай не так давно был. Не пошли в школу, прогуляли. И на малознакомого мужчину указали, что он показывал им половые органы. Человек был отправлен за решетку. Потом ситуация разъяснилась при помощи родителей этих детей, которые, собственно, и поспособствовали оправданию человека. Но он, тем не менее, просидел, по-моему, три года. Была история в Сверховской области, когда убили человека. Линчевали у человека за то, что он якобы пристал к девочкам. Девочки об этом рассказали. Потом сказали, что ничего подобного не было. Мы уже заканчиваем эту очередную жуткую историю. Ваш прогноз по развитию ситуации. Безусловно, будем стараться в правовом поле действовать. Но вот я уже сказала, что обращаемся в Совет по правам человека, потому что это пагубная практика, так скажем. Вот у нас же в России сказали, что главная ценность – это семья. А семью боятся создавать мужчины в таких ситуациях. Настя, еще раз взгляд со стороны. Андрей виновен или нет? Нет. Пусть решает суд, но с моей точки зрения, все-таки нужно основываться на юридической практике, на сборе доказательств. И следствие, которое подгоняет под свои интересы какие-то совершенно нелепые инсинуации, я бы так сказал, это выглядит очень сомнительно и очень странно. Наталья, я желаю вам здоровья. Спасибо. И желаю вашему мужу, если он не виновен, то доказать это и освободиться, и быть с детьми. Дети скучают по нему? Очень. Что говорят? Ну, старший все в себе держит, не показывает, письма пишет папе просто. А ребенок, у нас каждый вечер бывает, либо он плачет. Ну, это когда днем-то забывается, в основном все к вечеру это происходит. Ну, и девочку постоянно мне спрашивают, почему она так сделала. Ответы я не знаю. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом. И смотрите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok